Вот они, совсем маленькие начинающие гимнасты, которые лишь три месяца назад сделали свои первые шаги в этот непростой, но удивительно изящный спорт. Эта группа состоит из мальчишек неспроста, ведь если в художественной гимнастике царит мир девочек, то спортивная ждет мальчиков. Очень неправильно думать, что только футбол, хоккей и борьба это занятие для ребят. Тем не менее, у нас в областном центре, к сожалению, все еще многие так и думают. Уровень гимнастики у нас достаточно серьезный, но опять же, наверное, это беда в том, что мало кто об этом знает. Кто-то говорит, о, нет, у нас мальчик, гимнастика нам не подходит. То есть это очень ошибочное мнение. Все родители в первую очередь, я так считаю, должны своих мальчиков отдать в гимнастику. То есть это первоначальный этап его физического развития. Это действительно так, мудро отдавать с самого детства малыша именно в гимнастику. Это будет отличный старт его физического развития, а уже потом, при желании, можно смело шагать и в другие виды спорта. Занятия спортивной гимнастикой позволяют проработать все мышцы тела у ребенка, улучшить координацию движений, пластичность и выносливость. Эти качества очень хорошо развиваются именно в маленьком возрасте. Дальше очень сложно развить гибкость, очень сложно развить ловкость. Силу, может быть, накачать можно, так скажем, но основные вот эти виды, это уже сложно сделать. Поэтому мы вот этим сейчас и занимаемся в этом возрасте с детьми. Можно стать гимнастом ловким и сильным и здоровым. Вот мне нравится делать ноги все там, крутиться на кольцах, стоять ищи людей, гимнастов в башне. Мне тоже это нравится. Мне тоже. А вы видели королевскую осанку гимнастов, а вы обращали внимание на то, как они двигаются, как ходят, какая у них плавность и изящество в движении. Несомненно, это мечта и радость любого родителя. Врачи, работающие со спортсменами из разных видов спорта, также отмечают преобладающее число плюсов спортивной гимнастики над неоднозначными минусами. Мы знаем, что дети у нас ведут такой образ жизни, где связаны с компьютерами, с гаджетами, малоподвижны, не всегда держат правильно спину, много идет нарушений осанки. Так вот я, как куратор этих школ, отмечу, что среди акробатов, гимнастов нет ни одного нарушения осанки. Это положительно. Положительно в том, что, во-первых, в ранний возраст, 5 лет, мы научим их правильно сидеть. Укрепляется мышечная, костная, связочный аппарат. Они становятся эластичными. Это, что касается плюсов. Существует также множество мифов о данном виде спорта. Должно быть противопоказаний для занятий этим видом спорта. И опять, получается, что родители должны понимать, что занятия должны быть регулярными. Если вы своего ребенка отдали в спорт 5 раз в неделю, значит нужно 5 раз, то есть занятия регулярные, это первое. Второе, диета, питьевой режим. Это тоже должны родители об этом помнить. И больше всего чего боятся родители? Травматизма. Так вот в раннем возрасте у них занятия базовые, и они не приводят к никакому травматизму. И кроме этого укрепляется костная мышечная система. Ребенок, занимающийся спортивной гимнастикой, выделяется закалкой характера и умением справляться с трудностями. Так или иначе, совсем не важно, выберет он этот спорт в дальнейшем или нет, но несомненно, это отличный старт в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok